Я не знаю, как меня заметили, я там стоял на запасе. Валерий Георгиевич до сих пор любит рассказывать эту историю, как я там дешево достался команде. Я думал, что как бы уходить будет очень трудно. Я когда объявлял, я ревел. Меня вызвал интерес вот этот мотоцикл, как раз мотошкола для самых маленьких. Из тех пацанов должны вырасти прям такие конкретные сосницкие, да, новые крештопы муцы. Финал был прям овоях. Там было пенальти сто процентов, а еще не за 30 квантора. Ты прям звездил в тот финальный матч. На этом финале Клоносу удалось лично из меня выжать все силы, тогда ты мог радоваться победе. Во-вторых, конечно, спасибо за результат. Это бесконечная благодарность, потому что понятно, что ваша слава, но и слава Львидова. Если будет такая преемственность, конечно, у металлурга будет перспектива также бороться за первое место. На мотоциклах, на хронических есть заболеваниях. Выручьте нас. И через две минуты упал. Нормально, вот, можно сделать разминку, вот так. Как вы Россию, блин, выиграли, умирающие лебеди. Ген, в каком году пришел в металлург? Я служил в армии на Украине. Меня, как бы, вроде бы по знакомству, как спортсмена перспективного, отправляют за 100 километров в Кременчуг. Оказывается, там была команда Кременчуге, это мотовольная. И там тренер узнал, и все, уже второй год я совмещал. А в 95-м, так вот сложилось, в городе Кременчуге проводился чемпионат Европы по мотоволу. И я уже был в сборной Украины. Я не знаю, как меня заметили, я там стоял на запасе, там, последним запасным, худой был, как велосипед. Ну, перспективный был, как мне говорили, ну, не знаю. А кто заметил? Мне подошел первым Сашка Сосницкий. И говорит, Ген, там, как бы, есть, там, тобой интересуются, там, Валерий Георгиевич Нефанчев, там. Я думаю, ну, как можно мной интересоваться, где меня там заметили, если я на запасе стою. Валерий Георгиевич до сих пор любит рассказывать эту историю, как я там дешево достался команде. По-моему, за два или за три кооператора каких-то. Меня отец дал, тогда, помню, на меня 50 долларов, сказал, вот, Тиген, ни в чем себе не отказывай. Если что-то не пойдет, тебе приедешь назад. Все, ну, после этого момента я больше у родителей денег не мал. Круче металлургов в то время, ну, сейчас, это так, а тогда это было вообще предел мечтаний. Мне главный помог Владимир Трофимович Серебряков, Царство Небесное. Когда я приехал, первый раз пришел, первая тренировка на поле, он говорит, Гена, удивить ты здесь никого, ничем не сможешь. Садись просто и делай, что ты умеешь, чему ты научишься. В 98-м году уже был, опять же, на запасе, но в сборной России, это вот мой дебют был. И мы вот так как-то сменили поколение, играл в основном составе, где-то с 2000-го, с 2001-го. У меня было 20 чемпионов, чемпионство России, 19 кубков, а вот 20-й кубок я выиграл, у меня стало 20-20 по России. Сравнял все? Да, сравнял. Почему не продолжил? Сосницкому ничего не мешает в этом же возрасте продолжать играть? Знаешь, когда ты хочешь, а тебе говорят, что тебе уже не надо, и каждый день тебе капает и капает, у тебя нормальное физическое состояние, все, а кто-то решил, что тебе уже не надо. Я из-за этого уехал в Германию, там вообще не сладко, но там очень интересно, там совсем все по-другому еще до этого, я до того, как завязать, я еще год поиграть. В Металлургии финальный год. Я уехал, год играл в Тихорецке. Про Тихорецке у меня только хорошее впечатление, супер. Гена, сын продолжил спортивную карьеру, Захар, да, ему буквально на днях исполнилось 19 лет, и он сейчас не в «Видном», не дома, а как раз выступает за клуб. В 5 лет мы попали в школу «Русь». Ваша будущая звезда. Да, 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 однозначно, он шнеф, Захар в хоккей-шпиле, это вообще классно, я думаю, скоро мы его увидим уже, да. Что здесь такое, вот чем папа гордится? Здесь на самом деле вообще всем горжусь, потому что Захар там свои 19 лет, он с Русью, он объездил, он был в Америке, в Канаде, он уже выпустился, ребята, вот Захар играет в дизелисте, да, в дизеле в Пензе. Я думал, что как бы уходить было очень трудно, я когда объявлял, я ревел там вообще, но я четыре раза пытался сказать команде там на камеру, и у меня не получилось. Ну, так как-то, эмоционально. А когда я это сделал, и все, я вот после этого ни разу на мотоцикл на топыль не садился. Как отрезал? Вот как отрезал, ну, в моей жизни появилась компания «Авантист». А у нас в «Авантисте» есть команда спортивная тоже там, ну, гоночная команда по эндуро, да. Руководитель говорит, я, ну, не хочешь там попробовать с командой там, с командой поработать? Я говорю, блин, вообще это, ну, мечта моя. Сейчас вот, допустим, видишь, вот опять 48 лет, возил-возил пацаном на эндуро. Сейчас так сложилось там, сейчас через месяц гонка, и сам поеду как спортсмен. Да, ну, потому что так, это же все складывается, вот это, все непросто. Сейчас ты вместе с Александром Сосницким тренируешь юношей. Да. У «Металлурга» куда ни зайди, везде мини-музей. Это, я так понимаю, твой личный мини-музей. Ну, да, можно сказать. Лет, наверное, 10 уже назад было, там, с друзьями, решили попробовать сделать мотошколу для обучения там с детей и взрослых, потому что много там девчонок желающих. И вот как-то все это пошло-пошло, и уже незаметно прошло 10 лет. Ну, сейчас спасибо там от руководства, помогли. Раньше не было ни помещения, все там стояло, где не попало. Меня вызвал интерес вот этот мотоцикл. Как раз мотошкола для самых маленьких. Да, да, для самых маленьких. У меня в другой еще есть для меня. Вот эти вот шестилетние как раз на вот этих валютках занимаются. Нет, еще есть поменьше. Еще меньше. Семи, с восьми, да. А есть для шестилетних, есть еще меньше, там, в другом боксе. Когда начнутся турниры для совсем маленьких? Ну, вот, послышишь, такое же первенство, как наши ребята вернулись. Ну, на самом деле, сейчас вот мы, наверное, будем первыми, первой командой. И сейчас у нас уже есть человек семь, наверное, детей, которые именно играют в мотобол в возрасте семи лет. У них есть свои маленькие мячики, специально на них заказали. И вот мы надеемся, что мы, как бы, такой пример покажем. И в остальных, в других городах, там было тоже для детей. Тогда уже можно будет соревноваться. Из тех пацанов должны вырасти прям такие конкретные сосницы. Пеленок. Хосницкие, да, новые крештопы, мыцы, то есть хорошие ребята. И себя не забыл упомянуть. Метчат. Мотокроссом ты занимался еще, когда у тебя была спортивная карьера? Мотокроссом у меня отдельная история, любовь. И затянуло так, что я, короче, поехал, понеслось, поехала. То есть это все шло параллельно с металлоргом? Это все параллельно. Ты не представляешь, как я умудрялся договориться с вами Реген Георгиевичем. Мне кажется, Валерий Георгиевич. Это просто, он сам красмен, вот это меня спасло. Ты когда занимаешься, там, вот я промоторол еще, любимым делом, работай, да, то это не работа. Это, ну, это кайф. Я вот считаю, что я счастливый человек, и, ну, я, наверное, ни дня не работал. Финал был, мне кажется, сильнее такой, прям, прям бились сильно очень. Финал был, прям, пол в и ах, и, наверное, это один из самых лучших финалов, мне кажется, вообще за историей метаболы, мне кажется. Создалась такая ситуация, что на поле я Касьянов, и потом Марков, Ковтун и Гусарев. А я стою, думаю, ну все, думаю. И мне сразу вспоминаю фразу из фильма «Свой сердечный и живущий своих». Там была такая фраза, когда у Матомана говорит, если придут к реке, то крышка. Я думаю, все, попал дело, приезжали к реке, наверное, крышка. Всегда вспоминаю слова своего тренера футбольного Он нам говорил, что вы можете проиграть Игрука, а все проигрывают Он говорит, проиграйте так, чтобы соперник не мог радоваться этой победе Но на этом финале удалось лично из меня выжать все силы И даже не мог радоваться победе На замахе, когда облаку убрал Нет, надо было, он у меня выскочил с дуги Ты хотел красиво Он у меня с дуги просто шатнулся Сейчас забьем Там чуть-чуть в жопу, да, сейчас последний пас Там меня уже в жопу Мы очень грубо сбили гусева, по-моему, за 2 минуты или за 3 Когда бьются в покрышку, это вылет как из катапульта в самолете То же самое, неуправляемое падение Дай бог, чтобы Антон быстрее выздоровел Оставалось до конца, сколько, 40 секунд, по-моему, насколько я помню И поставили пенальти Ну там ротарь реально вылетел Он почти по пояс вылетел из своей зоны Двумя ногами за это пенальти ставил Как бы все, ну как бы, судьи не подыграли ничего Там было пенальти стопроцентно Еще не за 30 секунд, а раньше Уверенность, конечно, была Но тем не менее, когда уже время идет на секунды Хорошо, что руководство доверило мне бить пенальти Ты прям звездил в тот финальный матч Мне кажется, как-то, может, своим голом с пенальти подбодрил команду И немножко взбодрились И забили сразу в дополнительное время с паса Опять же, Ваня дал пас очередной мне Я забил с паса И просто потом удержали счет Ощущение, как в первый раз, как всегда Всегда, тем более с такой игрой Ну и игра финальная была, достойная финала Руки опускались, на самом деле После Антонного хода, когда он упал Он дал нам вообще бой, чтобы за него играли, за команду, завидные Если бы были уверены, мы бы уже, наверное, столы накрыли в ресторане И праздновали Шампанское бы уже было готово Да, конечно, до поэта финал У нас мы ни шампанское не покупали, ничего Когда уже выиграли, уже просвистел финальный свисток Мы уже обладатели Кубка 22-го года Тогда только послали болельщик поехал Наши друзья из Видного привезли Нам подарили, чем там Вот так было Домой возвращаем Начал мы с вами с вами с вами Лучшего защитника И носки, и справа На симпанское команду Это Лучшего защитника Да Лучшего защитника Мы морально выдержали, во-первых Они уже морально были победителями, а мы вот и все Переоткрытием они тоже у нас Они уже кубок держали, наверное, в руках ходили Такие крутые Ну вот, все, показало Все, все, все Все, все Минная Московская область Я знал, что он Пойдет туда Я не буду, поймите под ним Сядь в старом Целую, брат Целую, тяжелый? Нет, я устал просто Сил не было никаких Ну, ты меня видел Я даже улыбнулся Не мог, если честно Я был как выжатый лимон Выжатый, еще, наверное, перемолотый И что-то с ним еще там пожмакали Как-то, что-то не делал Давайте, ребята Паш, ну, ходи Как снять? Паш, иди к нам Как? Как? Генка, мысль, она Генка, мысль Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Mohammed, я выбрал Она любит tests! Господи! Поехали! Субтитры зимой Сп geometry и титры. ПРИ agre name Субтитры зимой Субтитры сделал DimaTorzok Редактор. Высих. И также Ночи Высих. Боевых составов здесь молодежь. Наиболее перспективный мальчишка, ему 19 лет, я думаю, 18 еще, только в армию мы не забрали. Молодой вратарь Усов, потому что Леша у нас уже, они два вратаря сидят рядом, готовят себе преемника, я думаю, что у Данила получается, я думаю, если будет продолжать работать, конечно, толк из тебя будет. Артем Ковтун, тоже, это вот вся приятная молодость, я думаю, не в обиду ветеранам, я думаю, что если будет такая преемственность, конечно, у «Металлурга» будет перспектива также бороться за первое место. Вам сильно повезло, что вы сейчас играете в одной команде, тренируетесь в одной команде с лучшими людьми в нашем виде спорта Европы, потому что берите от него, пока они еще могут, берите от них, все хорошее. Во-первых, конечно, спасибо за результат, это бесконечная благодарность, потому что понятно, что ваша слава, но и слава видного это все дело. Спасибо за то, что пригласили, спасибо за комплект формы. Олег Григорьевич вручил, я так уж пошучу, что я 44 года пинал мяч, потом вот год встал на коньки, на самом деле другой вид спорта, ты как будто в еще одно измерение попадаешь. Вот, ну, уже плюшкой по шайбе научился, вот после формулы «Таланс» придется, значит, освоить еще один, там, ну, вот, раз Соснецкий может, там, до 47-48 кататься, наверное, у меня может. Там есть мотоцикл, приходите. Забраться-то на гору можно, а удерживаться год за годом, это на самом деле есть вот это высшее подтверждение, то, что сказали парни, там, кому-то 18, кому-то 19, да, кто-то там уже, ну, что называется, зубы съел на этом, на всем деле. Мотоциклы, говорит, по 20 лет уже катаются, это тоже, мы в прошлый раз не дотянули, там, объективно, субъективно, хотя Валергиевич звонил и приезжал, да, там, пока в командировке был. Мы сейчас с ним договорились, вот он должен подтвердить, что ходы-выходы у него есть, да, с тем, чтобы они сюда доехали. Он говорит, что надо 4, я все-таки считаю, что надо 5, чтобы был запасной, как бы конь боевой, и в этом году надо все равно это сделать. Денег мы найдем, пойдем 100%, главное, найдите, как, чтобы они до суда доехали. Спасибо, потому что мотоциклы уже на хронических есть заболеваниях, а вы там выручьте нас. Позвольте вам представить состав сборной команды России. И тут же вернулся в защиту, отыграл все, 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 Россия. Чемпионы Европы по мотоболу 2019 года. Сборная России, чемпионы Европы, кто бы мог подумать, когда очень сложно складывалась игра против сборной Голландии. Переходим в Сынбург, уедем на Крупище, спокойно перейдем и все, не спешите. Ну я понимаю, Далян, давай. Субтитры сделал DimaTorzok